Музыка Здравствуйте! Город живет и развивается, и тем больше мероприятий появляется в культурном расписании этой недели. Выбирайте самое интересное, идите верным курсом вместе с большой афишей. Начинайте свою неделю правильно, с похода в театр, тем более в репертуаре комедия Михаила Задорнова. Задумывались ли вы над вопросом, сколько может стоить супруг? Немного в подержанном состоянии, но вполне работоспособный. Хотите поучаствовать в семейных торгах? Приходите 7 ноября на спектакль «Хочу купить вашего мужа». Казалось бы, традиционный любовный треугольник – муж, жена и любовница. Но необычна форма отношений между этими людьми – товарно-денежная. Любовница хочет купить мужа у законной супруги. Цена вопроса – 20 тысяч долларов. Больше всего ошарашен такой стоимостью сам главный герой. Он даже пытается сбавить сцену, рассказывая, насколько он плох. Чем закончится данная история – смотрите на спектакль в филармонии. Его покажут известные артисты – Валентин Смирницкий, Ирина Жорж и Галина Польских. Представление начнется в 7 вечера. А уже на выходных с концертом приедет музыкальный коллектив, единственный в вооруженных силах России, где все участники – заслуженные артисты. Ансамбль «Голубые береты» стал выступать в самых разных горячих точках России, Афганистана и других местах вооруженных конфликтов в 1985 году. Спустя два года был записан первый диск «Гигант», который сразу стал платиновым. Он вошел в десятку самых популярных в стране. 9 ноября «Голубые береты» выступят в Курске в филармонии. Концерт начнется в 6 вечера и будет посвящен Дню спецназа МВД России и Дню сотрудника МВД. В филармонии готовят большую программу к юбилею земляка – концерт к 85-летию со дня рождения Ивана Суржикова. Артист был известен как исполнитель русских народных песен. Потеряв во время войны родителей, он мальчишкой пробрался на фронт. Был денщиком Рокоссовского, разведчиком, а на привалах пел для фронтовиков. Уже после он выступал в Варшавском оперном театре, исполняя ведущие теноровые партии. В 1955 году стал солистом краснознаменного ансамбля «Песни и пляски» имени Александрова. Голос Суржикова в советское время знала вся страна. 10 ноября в зале филармонии творческие коллективы будут исполнять его любимые песни. Начало концерта в 5 вечера. Если во время всесоюзной славы Суржикова вы еще не родились, вам будет гораздо интереснее в компании с тайм-клубом ВТФ. На этой неделе сюда в гости придет ведущий мероприятий шоумен Дима Ру. Он будет рассуждать и о хэви-метал, и о семейных ценностях, и о вегетарианцах. Настоящий стендап-вечер. Всем привет, я Дмитрий Руденко. Помните, пятница вредит вашему здоровью. И в эту пятницу, 8 ноября, приглашаю всех на свой стендап-вечер в тайм-клуб ВТФ. Будем продлевать жизнь смехом. Найдите свои самые стильные, модные, гламурные вещи и засуньте их подальше в шкаф. У нас будет хэви-метал. Подробности в соцсетях. Добавляемся, не стесняемся. 19.30, тайм-клуб ВТФ, Дима Ру, будет горячо. А если хотите примерить на себя роль шпиона иностранных спецслужб, боссмана или капитана корабля, станьте частью большой игры. Тайм-клуб ВТФ готовит необычный сценарий яхта. Узнайте чужие тайны и выполните свою миссию. Кабинетно-ролевая игра пройдет в тайм-клубе ВТФ в конце ноября. Подробности в социальной сети. Любите вкусно поесть? Умейте правильно отвечать. Тогда совершенно бесплатно вы получите пиццу от компании «Люблю пицца». Для этого необходимо дать верный ответ на вопрос, в каком городе пиццу подают на обед в школьных столовых. Присылайте свои варианты на короткий номер 4647. Внимание! Сообщение начинайте с префикса 1076, пробел, а дальше вводите свой ответ. «Люблю пицца?» Надо попробовать, чтобы влюбиться. Супергерои среди нас. С этим согласятся все, кто хотя бы раз смотрел фильмы компании Марвел. Железный Человек, Халк, Капитан Америка и, конечно же, Тор. На этой неделе выходит вторая часть фильма о Боге, Грома и Буре. Кто бы не взял этот молот, если достоин, будет обладать силой Тора. Так гласит руническая надпись на его молоте. На этот раз Тору предстоит сразиться за спасение Земли и 9 миров от таинственного врага из времен. Чтобы победить, ему придется заключить самую сложную сделку в жизни, обратиться за помощью к брату Локи. Для съемок было изготовлено около 30 молотов разного веса. Основной выполнен из алюминия. Мир богов Астгард стал самой большой съемочной площадкой, когда-либо строившейся для фильма Марвел. Актеры учили эльфийский язык, носили специальные маски с узкими прорезями для глаз. Проект получился грандиозным. Премьера состоится 7 ноября в кинотеатре Родина. Я придумаю, как всех спасти. Продолжайте вечер в творческом ключе. В арт-студию Абервалк с акустической программой приедет Дмитрий Мулыгин, лидер группы Ворон Кудха. Он исполняет «Скомарок» – музыку залихватского дремучего рока. Поэзия Дмитрия, как он сам говорит, дикая и дерзкая, а песни сказочные и хорошо исполненные. Себя и музыкантов он называет русскими индейцами. Слушать мудреное творчество Мулыгина в Курске приходите к 8 вечерам. Пальцы в переплет, удивленный рот. Стоны сладкие вот-вот и сойдет, ветхий синий лед. А после отправляйтесь на ночь сальсы, бачата и ригетона. Не умеете танцевать, вас научит этому танцор из Эквадора. Только 9 ноября – вечер латинских танцев. Мастер-класс, час коктейлей, конкурсы – все это в антикафе «Пластилиновая ворона». Танцевать начнут с 10 вечера. Будьте в курсе событий с нашим информационным партнером радио «Серебряный дождь». 107,6 в Курске. «Серебряный дождь» радио для тех, кто умеет думать. Интригующий, провокационный, всегда яркий театр романа Виктюка. Одно только имя художественного руководителя стало культурным и эпатажным брендом. Виктюк создает сказки для взрослых. В своих спектаклях он затрагивает серьезные философские проблемы и предлагает зрителям неожиданный взгляд на природу человеческих отношений. 11 ноября в Курске театр романа Виктюка представит спектакль «Цень лира» – новое прочтение шекспировской классики. Трагедию разыгрывают придворные шуты, убеждая короля в ошибочности его указа о разделе государства. Музыка, драма и пластика – все едино и в одном спектакле. На сцене драматического театра. Действие начнется в 7 вечера. Здоровый образ жизни – это не только регулярные тренировки, но и также правильный подход к ним. Хорошая теоретическая база – первый шаг к успеху. Для всех интересующихся 10 ноября пройдет спортивный семинар. Специалисты расскажут о развитии мышц тела, базовых упражнениях и правильном питании. Семинар будет особенно полезен новичкам. Начнется он в 5 часов вечера в креативном пространстве-лабораториум. На этой неделе свой профессиональный праздник отмечают все юмористы – 8 ноября – Международный день КВН. В эти дни для всех веселых и находчивых в актовом зале ЮСГУ проходит третий кубок губернатора Курской области. Ведет его бессменный Александр Волохов. Кстати, сам артист теперь так часто бывает в нашем городе, что смело может называть его родным. Первый курс для меня – это два раза курс. Это первый раз, когда мы приехали сюда то ли в феврале, то ли в марте на фестиваль Юго-Западной Лиги КВН. А второй раз это было классно, это было в мае, была рыбалка. Мы ездили на озеро, рыбачили с командой КВН Прима, с Димкой Колычиной, моим капитаном команды. Вот тогда, наверное, был более яркий, что ли, первый курс. Шутки продолжатся 10 ноября. Резиденты проекта в Камеди Баттл, Убойная Лига и Смех без правил будут отмечать День Российской Полиции. Артисты выступят в банкетном зале Европейский в рамках проекта Юмор за бабло. Будет концептуально, весело и, разумеется, не обойдется без денежного приза. Юмор за бабло начнется в 8 вечера. Получить пригласительные на этот вечер вы сможете, если позвоните к нам в редакцию по телефону 54 69 49 и правильно назовете год основания этого проекта. Известную фразу «Секс, наркотики, рок-н-ролл» они называют клише 60-х годов и в подтверждение этого играют рок-философский с интеллектуальными текстами и мощной подачей. Группа «Оберег» в своем творчестве проводит главную мысль, несмотря ни на что, сохранять в себе человека. Ведь пока есть такие люди, уверен лидер Денис Михайлов, жива надежда. В этом году «Оберег» отмечает 10 лет на большой сцене. Своё музыкальное развитие группа связывает прежде всего с большим жизненным опытом. Делиться им, а также своими песнями, «Оберег» приедет в Курск 10 ноября. Их концерт пройдет во Дворце пионеров и школьников в 6 вечера. Меткий стрелок, время бесстрастным охотником, гонит по рельсам твои поезда. Кто-то слог, кто-то успел и отчаянно попал на чья-то звезда. Меткий стрелок, время бесстрастным охотником, гонит по рельсам твои поезда. Кто-то слог, кто-то успел и отчаянно попал на чья-то звезда. Какой будет эта неделя, зависит только от вас. 10 ноября Всемирный день науки. В 2012 году ученые из США создали искусственный мозг, способный решать несложные задачи. А австралийский робот тем временем доплыл до Америки. Эти открытия получили статус самых необычных в прошлом году. Но самое интересное еще впереди. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!